Экспертная помощь заключается в обучении персонала и оказании практической помощи при решении проблем технического и организационного характера в сфере ведения бизнеса. Подробнее об этом расскажет Марина Горбук. Уральск – старинный город, и не секрет, что здание, расположенное в нем, имеет особую историческую ценность. К примеру, здание областного Акимата было построено в далеком 1896 году. Когда-то в нем располагался торгово-промышленный банк. Местные власти стараются поддерживать внешний вид и конструкцию исторических зданий, но наряду с этим идет интенсивное строительство новых зданий, и для более качественной работы требуется высококвалифицированные специалисты. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» организована встреча местных архитекторов и предпринимателей с архитектором Эдмондом Кохом, прибывшим в Уральск из Канады. В рамках программы «Дорожная карта-2020» в четвертом направлении есть программа «Старшие сеньоры». Это по приглашению нашей страны, приезжают во все регионы нашей республики, специалисты, имеющие большой опыт за рубежом. Это в основном сейчас у нас прибыли с Канадой, которые работали в профильных предприятиях или же имеют опыт работы именно в маркетинге, менеджменте качестве, потому что наши предприятия сейчас уже работают в рамках Таможенного союза, им надо выходить на зарубеж. Эдмонд Кох отметил, что за небольшой срок пребывания в Уральске он уже увидел достаточно много интересных архитектурных зданий. Цель его визита в наш город – поделиться своим опытом по проектированию зданий с местными предпринимателями и архитекторами. Мы планируем организовать различные дискуссии, касающиеся работы над проектами. У нас много сходства, но в то же время есть и различия. Они заключаются, например, в том, что стоимость строительства различается в Канаде и Казахстане. Хотелось бы отметить, что в Уральске много современных зданий, но особое впечатление производят исторические здания, например, здания областной администрации. Это мой первый визит в Казахстан. Я проводу здесь еще неделю. Хотелось бы отметить, что люди здесь замечательные. Напомним, что программа «Дорожная карта бизнеса-2020» действует с 2010 года. За это время в рамках программы реализовано большое количество проектов, и значительное место среди них занимает поддержка строительства новых архитектурных объектов.